САВЕЛИЙ ЛЕБЕДЕВ Конечно, депутат, почуяв неладное, решил реабилитировать ситуацию. Казалось бы, конфуз уже невозможно испортить. Но слуги народа порой делают невозможное. Событие было, конечно, печальное. Нет, ну я не могу остаться в стороне, просто у меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то. Поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему. Ой, дурак! Такое серьезное отношение к жертвам какого-то там концлагеря, как и в целом поведение Лебедева, вызвало у интернет-пользователей глубокое чувство испанского стыда. Что называется, говорит он, остыдно мне. Пишут, ладно, мол, не начал поздравлять родственников погибших. От всей души поздравляю вас. Царствие вам небесное. В интервью комсомольской правде депутат снова решил стабилизировать ситуацию. И опять потерпел фиаско. Хуже уже не будет, но мы не должны отчаиваться. Говорит, мол, у него на днях были именины, вот он и вспомнил. А к чему он ляпнул про концлагеря, так она говорит, потомок блокадников. И обсуждали они проблемы блокадников. И вообще, она якобы сама позвала депутата в гости. На вопрос журналистов, кто она и как ее имя, депутат ответить не смог. Но любопытно другое. Женщина на видео Светлана Николаичук. И действительно, у нее на днях были именины. Только она никакая не жертва теракта, а оказывала помощь пострадавшим. По поводу того, что она сама его позвала, и того, что говорили они про жертв блокады, комментировать отказалась. Говорит, ну пусть это будет его версией. Я часто говорю людям, что прежде чем открывать рот, нужно удостовериться, стоит ли это делать. Как говорится, хуже глупца, только глупец инициативный. И иногда так и хочется, чтобы глаз народа, коль уж он есть, все-таки не прорезался. До скорых встреч!